Приветствую вас, друзья, на моём канале. Здесь мы с вами разбираем всё, что происходит в Италии сейчас, и не только. Разбираем и другие вопросы. И вот сегодня я хочу вам показать вот такие странные домики, которые сейчас очень активно рекламируются. И мне вот всё чаще и чаще выходит реклама вот таких вот домиков. Эти домики стоят просто минимальные деньги. Вот согласитесь, это цены не из нашего мира. Эти домики без фундамента, без каких-то коммуникаций подведённых, там, да, канализация, там, вода. И вот они очень активно сейчас рекламируются. На вид они такие, знаете, как будто сделаны из контейнеров, вот, в контейнере просто. Заходи туда, там, маленько обустрой и живи. То есть вообще для бомжей, вот я бы сказала. Просто это не картонная коробка, где бомж спит, да, а вот чуть лучше. Это контейнер. Вот, смотрите, хочу вам показать рекламу одного очень интересного домика. Видите, в форме землянички, клубнички. Тут, значит, зелёные дорожки красивые, там какие-то зайчики нарисованы. Ну, знаете, это, нет, это не детский садик, это не детская игровая площадка. Это сборный дом из стальной конструкции с сопротивлением ветра. Мобильный дом с куполом. Модульный дом из сборных конструкций. Смотрите, у него вот такая цена от 2000 долларов до 5000 долларов. Значит, для чего это применяться будет? Это склад, вилла, общежитие, временные офисы, мастерская. И обратите внимание, из какого материала сделан этот домик. Вот, видно всем вам. Вот так вот. Вопрос только в одном. Как быстро житель такого домика отправится, так сказать, в другой мир, если в его домик, в строительство этого домика добавлен такой материал, который я вам сейчас продемонстрировала. Как нам и говорил в своей книге «Машина времени» Герберт Уэллс, что следующее поколение – это будет поколение дебилов. Как нам рассказывают глобалисты, да, тот же Шваб нам говорит, что мы все будем счастливы, у нас не будет ничего, но мы при этом будем очень счастливы, всё будет общее. И вот помните, я вам делала видео, где одна глобалистка из Дании, сейчас не помню, как её зовут, она нам говорила, что у нас даже не будет собственной одежды, у нас даже не будет собственной посуды, чтобы покушать. Вот вы будете счастливы, когда у вас нет даже, я извиняюсь, собственных трусов? Вы будете счастливы, если у вас даже не будет собственной посуды, чтобы покушать? Вы будете счастливы? кто может быть счастлив в такой ситуации когда у него ничего нет ну вообще ничего нет вот все общее все и все счастливы вот в такой ситуации может быть счастлив только полный дебил и такое одебиливание уже ведется и вы знаете и вы видите это что она ведется полным ходом кстати совсем недавно было выступление трампа где он тоже говорил что скоро вы все будете счастливыми и и толпа ликовала не понимая смысл этих слов я совсем недавно посмотрела советский детский фильм он состоит из двух серий первая серия называется москва кассиопея и вторая серия отроки во вселенной вот именно во второй серии нам все там четко показано вся вот эта ситуация которой мы сейчас находимся и возможно даже пути спасения мы не хотели такого счастья он говорит мы начали бороться но было уже поздно но было уже поздно на последнем этапе этой планетарной трагедии роботы вершители проявили страшное коварство они создали зов такое жуткое чарующее сочетание звуков услышав которые они создали зов это то что вы сейчас слышите из зомбоящиков и сми даже самые сильные из нас теряли волю и покорно шли на пункты где их превращали в счастливых бессмысленных самодовольных существ и покорно шли на пункты где их превращали покорных существ я еще много чего нашла в этом фильме и я еще сделаю такое видео посмотрите то же сами я еще раз напоминаю что первая серия этого фильма называется москва кассиопея а вторая серия это утро ки во вселенной и вот эти слова именно во второй серии этот фильм есть на ю тубе вы его найдете когда я смотрела этот фильм я была примерно в том возрасте как и главные герои вот эти дети старшего школьного возраста и вот этот фильм делали именно для нашего поколения потому что наши мозги уже было не переделать у нас как бы сказать другая другая матрица что ли так понимаете да то поколение которое сейчас например 30 лет и с небольшим до 32 там 33 у них уже есть какое-то такое не совсем правильное понимание у них уже не совсем правильное понимание ситуации который мы сейчас находимся они думают что вот сейчас там значит кто-то проколится и все это восстановится или же они говорят ой да не забивай себе голову займись чем-нибудь от мне так говорят например а как будто я ничем не занимаюсь вот уже как бы они вроде и понимают что волшебные уколы не надо делать но и в то же время не могут понять ситуацию в которой мы сейчас находимся понимают эту ситуацию вот единицы вот именно я говорю сейчас вот про вот этот возраст 30 с небольшим понимают эту ситуацию единицы ну а уж если говорить про возраст 18 20 там 23 года то там вообще очень мало молодых людей которые понимают эту ситуацию единицы же я тоже повторюсь что единицы в этих возрастах понимают эту ситуацию единицы и вот этот фильм именно был создан для нашего советского поколения когда наше детство проходило в советском союзе потому что наши мозги уже было не переделать именно люди которые сейчас вот в таком возрасте как я именно они лучше всех больше всех понимают вот эту ситуацию абсолютно счастливые проживали остаток своей жизни не оставляя после себя потомство потому что они были лишены и чувства любви ну вот так вот друзья нам давно все сказали что у нас ждет что с нами произойдет поэтому к этой ситуации в которой мы сейчас находимся нужно относиться со всей серьезностью а не играть там в каких-то покемонов забивая голову свою всякой дурью ну вот на этом я заканчиваю свое видео до следующих видео всем спокойствия и держаться всем пока 0 и